Я основатель IT-компании. Наша компания специализируется на разработке очень интересных проектов, связанных с детским развитием. Мы создаем детские интерактивные книги, детские обучающие книги с удивительной технологией дополненной реальности. В этом году с командой мы фактически переформатировали наш проект доразвили его и запустили большое международное направление. Мне очень хотелось бы рассказать вам об этапах становления нашей компании, нашего проекта, о том, как мы искали партнеров, как международные партнеры поселились к проекту, почему я выбрала именно разработку таких книг с этой технологией и вообще как стала технологическим предпринимателем в нашем городе. В конце 2017 года я уходила в декрет со вторым ребенком. И до этого я в течение, наверное, пяти лет руководила операционными процессами одной из первых IT-компаний в нашем городе, многомерные технологии. Очень много работала. Мы одними из первых занимались разработкой сайтов и мобильных приложений. И, наверное, как большинство мам, у которых работа была на первом месте, я, к сожалению, мало времени уделяла ребенку. И после трудного рабочего дня приходила и давала ему телефон в качестве того, чтобы его отвлечь, скажем, от занятий со мной. Мне, как маме, было выгодно, конечно, дать ему телефон с какой-нибудь компьютерной игрой или с мультиком. И тем самым я спасалась, как мне тогда казалось, от развития, от занятий со своим собственным ребенком. Время шло. Конечно, карьера тоже шла. Все это развивалось. Это здорово. Но действительно вот эти негативные последствия чрезмерного употребления гаджетов, особенно видео и цифрового контента, вот этих видео на YouTube, мультиков, они дали свой определенный негативный результат. Ребенок готовился поступить в первый класс, и мы, к сожалению, не могли писать, читать каких-то определенных вот этих требований. Мы не знали на тот момент. И я уже была на подходе со вторым ребенком и задумалась, почему такая ситуация произошла, как я могу помочь собственному ребенку и вообще всем детям не допускать вот этой ошибки, не делать так, чтобы дети были зависимы от телефона, найти какой-то компромисс. Потому что мне в детстве, я думаю, что большинству детей советского прошлого родители читали сказки. И так или иначе мы были привиты к книгам, к какому-то самостоятельному обучению лучше, чем сейчас наши современные дети. Я вот с этим запросом пришла в команду, да, к ребятам. По мере роста компании мы становились еще и родителями параллельно с нашей командой. Я пришла и говорю, ребята, вот такая проблема, знаете, вот что делать? Да, мы с вами такие крутые IT-решения делаем, там, приложения, сайты, всем разрабатываем. Давайте придумаем какой-то интересный проект для наших собственных детей. Что-то очень полезное на стыке и цифровых технологий, может быть, каких-то нативных решений. Вот, и поскольку мы уже занимались тогда дополненной реальностью, да, это когда компьютерное зрение с помощью специальной мобильной программы может оживлять какие-то иллюстрации, в том числе, там, по реперным точкам, да, и визуализировать это в трехмерном формате, да, в 3D либо анимации, либо статичные объекты, да. Вот у нас очень была на тот момент большая экспертиза в создании этих проектов. Вот, и меня всегда очень восхищал вот этот процесс создания, когда из ничего создается вот этот вау, некий фактор. Это, конечно, очень сильно воодушевляло, да. И мы с ребятами подумали, а что, если нам сделать раскраску с дополненной реальностью, где ребенок мог бы рисовать, и эти все герои с помощью телефона оживали. Но поскольку мы айтишники, и у нас не было экспертизы никакого опыта в каких-то креативных таких решениях, тем более издательских, я пришла с этой идеей к нашему местному издателю, они занимаются выпуском книг, это известный наш якутский издатель, и рассказала им об этой идее. Давайте мы вместе в коллаборации разработаем такой проект, вы книгу создаете, создадите его продвижение, текст, иллюстрации, а мы сделаем приложение к этой книге, анимации и как-то совместно попробуем продвинуть этот тираж. Идея очень была воспринята хорошо этим издательством, большая им благодарность, и я обратилась к ним в августе, буквально за три месяца мы с нуля, не зная ничего о цифровом издательстве, создали вот этот проект, первая книга про приключения мамонтенка, и решили ее приурочить к Новому году. Порядка десяти анимаций было, тоже несколько раскрасок, вот все это тестировалось на детях, и в первую очередь, конечно, я показывала своему подрастающему сыну, который готовился поступить в школу. И представляете, какое было удивление, когда он после увиденного, что вот эти любимые герои, там паровозик, лавантырское чудовище, Чесхан, мамонтенок оживает, он действительно просил меня прочитать эту историю. Он просил, мама, расскажи, о чем эта книга, давай почитаем, давай посмотрим, давай еще, я хочу еще пораскрашивать, увидеть. И я стала делиться вот этими наблюдениями с ребятами, говорю, смотрите, как ребенок интересно реагирует, он-то хочет еще. И мы стали читать эту книгу, она у нас есть и на якутском, и на русском языке. В тот момент, я сейчас понимаю, мы отпечатали рекордные, ну, очень большой тираж, там, по-моему, 7 тысяч экземпляров, и он разошелся буквально за несколько месяцев. Вот, и я уже в марте следующего года родила вторую ребенка, дочку, и решила уже с командой не работать больше на заказ, не создавать мобильные приложения для сторонних других компаний, а заняться выпуском только собственного продукта, только собственным проектом. уйти с головой в продуктовую разработку в IT-сегменте. Вот. Я писала на Фейсбуке, Таисия, там есть у нас мой паблик на Фейсбуке. Я писала о выпуске вот этой первой книжки, о работе с издательством, о дополненной реальности, несколько вот этих публикаций сделала. И к моему такому удивлению, через, наверное, месяца-два, к лету, нет, к весне, моей помощнице Даши, она работала тогда у нас менеджером, моим помощником, написал канадский издатель. С таким интересным запросом он искал исполнителей под канадский проект для того, чтобы выпустить книгу с этой технологией, с дополненной реальностью. Он искал такую компанию, и вот он нашел нас по моим публикациям. И он обратился, значит, к Даше, попросил, ну, вот, ее рассказать о нас, что мы умеем делать, вот. И так мы, собственно говоря, стали работать с первым нашим партнером. Мы выпустили для канадского издателя целую серию книг про приключения дельфина «The Dolphin Way». Она вошла в список рекомендованной литературы среди канадских школьников начального звена. Эту книгу канадские ребята читали во внеклассных уроках, на летние какие-то каникулы. И мы с этой книгой получили приз, второе место в цифровых медиа среди Канады. Это как «Оскар» в Канаде за лучшую вот эту вот номинацию цифрового такого решения, медиа-решения. Вот. И по мере разработки этого заказного проекта, мы же с командой хотели как бы отойти, да, от этих заказных историй делать свой продукт. Но мы не могли, конечно, отказаться от такого интересного опыта международного сотрудничества. Это было впервые. Мы, конечно, заработали, что-то отложили. И по мере создания этого проекта с канадским партнером, его зовут Алекс, мы пришли к выводу, что нам надо создавать вот эту коллаборацию и попробовать усилить нашу всю экспертизу и сделать, выпустить первый свой проект. Я сейчас помню, это было начало мая. Вот начало мая, когда мы сдали вот этот проект про дельфинов, тоже сделали его достаточно быстро, там за два с половиной месяца. Это очень-очень быстрые сроки. Вот. И мы решено было создавать свои проекты. Недолго думая, мне очень хотелось сделать что-то по мотивам наших якутских сказок. Я предложила Алексу, канадскому издателю, говорю, давай сделаем сказки якутских про животных и какие-нибудь раскраски про девочек. Потому что у меня второй ребенок была дочка, ей еще годика не было, но мне очень хотелось сделать что-то такое для нее, чтобы она потом подросла и с большим интересом смотрела эти книжки. Серию назвали КСКО «Маленькие красавицы для маленьких красавиц» и «Северные феи». Очень такая популярная была тема тогда про феечек, и мне вот тоже очень захотелось сделать этих феечек в нашем якутском стилизованном формате. И четвертая книга у нас была, это сборник рассказов про эмоциональный интеллект. И вот эти четыре книги в начале мая мы быстро с издателем, с канадским разработали за полтора месяца четыре книги. Сделали порядка ста анимаций к этим иллюстрациям, все это отрисовали. Я нашла здесь якутских художников, наших художников из Акики. И они проиллюстрировали две серии книг. И мы спустили этот проект. Я не помню уже, сколько мы отпечатали этого тиража. И тут встал вопрос о реализации проекта. Хорошо, мы это сделали. Мы сделали реально очень-очень крутой по тем меркам. И сейчас очень качественный проект. Анимация, иллюстрация, сам текст. Все было выполнено на высшем уровне. Приложение тоже в кратчайшие сроки было выпущено на платформах Android и iOS. Разработчики, те, которые работают в этих системах, в этих программах, прекрасно, наверное, меня поймут, что там месяц, да, мы за месяц тогда выпустили этот релиз. Это очень короткие сроки, да. Конечно, там были какие-то отклонения и так далее, но мы работали в суперавральном режиме и сделали, выпустили. Вот. Второй этап – это были продажи. Мы же никогда не занимались продажами в B2C, да, в сегменте, чтобы какой-то продукт продавать пользователям напрямую. Потому что когда мы делали сайт мобильного приложения, там немножко другой был формат бизнеса, да. А сейчас нужно было продукт продавать. Вот. Я ничего не знала про Инстаграм, вообще не про продвижения какие-то, вообще ничего. Инстаграм для меня что-то непонятное было. Я знала только Фейсбук, иногда там какие-то статьи, ну, публикации делала, что-то писала, командой восхищалась, вот это вот все выкладывала. А Инстаграм вообще даже не слышала. Это был на 2017 год. И мне, значит, одна девушка, знакомая из музея, подсказывает, говорит, ты, если хочешь продвинуть книжки, заходи в Инстаграм, делай фотки, пиши какие-то посты, тексты, и все пойдет. Вот. Я зарегистрировалась в этом Инстаграме, посмотрела, как другие делают, и, ну, собственно говоря, мы стали вести этот аккаунт в Инстаграме. Какие-то фотографии, тексты я писала. Вот первый раз работала с Дашей, с нашей помощницей. Она писала очень хорошие, большие, крутые тексты там про воспитание детей, про какие-то фишки в развитии, про тренды и так далее. Да, очень такие большие, хорошие глобальные тексты были. Но почему-то Инстаграм не работал вообще. Мы вроде бы что-то старались, писали, да, эти тексты, но не было никаких заказов, как-то не шло. В магазины я также сдавала здесь в Якутске наши книги по всем фактически книжным панцелярским магазинам. Эти наши книги были представлены, даже какие-то промоушен-акции проводила. Но процесс не шел, заказов не было. Тогда мне тоже кто-то из знакомых подсказал, говорит, ты делай продвижение у блогеров. Я вот тоже даже не сном-не духом, кто такие блогеры, что там можно с ними делать. И стала потихонечку тоже следить, изучать вот эту тему блогеров, что если, оказывается, блогеры у них, какая-то своя аудитория, можно им давать либо бартером, либо за деньги свой продукт. Они это все смотрят, пользуются, рекламируют, и к тебе вот эти подписчики приходят. Вот, как-то дело сдвинулось немножко, честно говоря, с мертвой точки, когда на обзор стали брать блогеры. Вот, но все-таки создавать продукт, продавать, там, заниматься его продвижением, наращивать команду, какие-то вопросы операционные решать, в одного это очень-очень сложно. И у меня случился достаточно длительный процесс выгорания. Я, наверное, больше года, около года с лишним, не могла вернуться в проект с той же силой, с тем же рвением, как его начинала. Потому что у предпринимателей, по себе знаю и по ситуациям своих коллег, очень много общаюсь с другими предпринимателями, что вот этот период выгорания, он происходит по разным причинам. Что-то там в проекте не срослось, где-то какие-то проблемы, это все накапливается, и ты уже не можешь дальше заниматься этим проектом. Но все-таки и дочке тогда уже два года с лишним стало, я вижу, что она как-то тянется к этим книгам, она что-то раскрашивает, ей нравится, она просит показать ей. Сын подрастал, он тоже эти сказки все наизусть фактически знал. И я стала заниматься с ними. И вот этот год с лишним, он прошел на период возрождения проекта, возрождения команды, возрождения самого продукта, исследования нашей целевой аудитории, более глубинных понятий вообще, для чего, собственно говоря, мы этим занимаемся, для чего это нужно, какая моя миссия как предпринимателя, как создателя транслируется через мой продукт. Вот, да, полтора года потребовалось для того, чтобы вылезти, выйти из этой ямы забвения, пересобрать продукт, пересобрать команду, определиться с целевой аудиторией. Вот, и сейчас мы с новыми силами, с очень большими амбициозными планами, с командой создаем и запускаем очень крутые линейки образовательных проектов, связанные с развитием речи, письма, математики, логики, азбуки, и, ну, на самом деле, у нас очень большой и уверенный издательский план. Вот. Что послужило рывком к новому становлению, к новым шагам к победе, это большая работа над собой. Да, вот в программе от смарта было заявлено, что, Мария, что рассказать, да, а как можно находить эту внутреннюю мотивацию. Это очень большая работа над собой, да, над своими целями, над пониманием, над работой мотивации. Это постоянное самообучение, да. Если ты там что-то знаешь частично про продвижение, там, про продукты, это не значит, что как ты, как предприниматель, как основатель должен останавливаться. На протяжении полугода была очень большая кропотливая работа с маркетологом, да, там, с бизнес-коучем, который помогал определять вот эту основу мотивации, мою внутреннюю цель. И мы поняли с командой, что наша цель, вообще в целом наша компания, нашего проекта – это в создании. Мы создатели, да, мы креейтеры, мы создаем проекты, нужные для наших детей. Мы создаем проекты для родителей, которые хотят дать ребенку лучшее, лучшее для его развития. Потому что я не могу равнодушно смотреть, честно говоря, на детей, которые постоянно сидят в телефонах. Это моя такая очень большая родительская боль, и я хочу с этим бороться. Потому что на самом деле вот эта гаджетозависимость, зависимость – это очень большая проблема у родителей. Я проходила эту проблему с первым ребенком, который был первоклассником, но теперь я могу с уверенностью сказать, что он один из лучших учеников в своей школе, потому что это был мой родительский подвиг, мой родительский труд – возрастить ребенка, воспитать его и дать вот эти вот важные навыки, которые требуются в том числе и для обучения в школе. Вот. И мы создаем с командой действительно проекты обучающие. Они связаны с книгой. Мобильное приложение и анимации, они не являются основой, да, основой вот этого книжного продукта. Они дополняют его, они равнозначны фактически в 50% от всего содержания контента. Они дополняют саму книгу, они усиливают этот образовательный эффект. И это очень мощный фактор. Это очень мощно работает. Я вижу по детям, мы часто сейчас проводим фокус-группу с детьми, тестируем проекты, и я вижу, как это работает. Я вижу, как это работает уже на пятилетней дочке. Что это технология, что наша методика работает. Вот. И в период этого забвения с партнером в Канаде я писала различные мамские группы на Фейсбуке. Почему-то я очень как-то Фейсбук больше. Писала на Фейсбуке о том, что нам нужен автор, потому что понимала, что так уже как бы двигаться невозможно. Ну, мы вот создали серию этих сказок, какие-то еще книжки выпустили, да, но это все было не так, скажем, точечно, не так целенаправленно для целевой аудитории. Я вот писала в поисках автора. Я могу с уверенностью сказать, что нам, мне повезло с командой. Полтора года назад, вот тогда присоединился к проекту, второй партнер, ее зовут Лия, она американка, она живет в Северной Каролине, она автор проекта, она отвечает за редакторский план, за всю вот креативную составляющую по текстам. У нее своя русскоязычная школа в США для детей билинговых, она обучает детей русскому языку, как иностранному, чтобы наши дети не забывали свой родной язык. И такой мощной, сильной командой мы вот создаем сейчас, запускаем проекты. Вот, а здесь, в Якутске, я работаю напрямую с аниматорами. аниматоры, ну вот, наш кабинет, пересобираю команду аниматоров, креаторов, для создания здесь, внутри, в нашей Якуте, вот этого цифрового контента, потому что считаю, что у нас очень талантливые ребята, и я вижу, как они работают, и мы будем стараться развивать эту креативную экономику, креативную индустрию, чтобы весь цифровой креативный контент, он создавался здесь, нашими ребятами, буквально через две недели, ребята-практиканты из Агики, аниматоры, будут проходить у нас практику. Вот, у нас очень много для них крутых заданий. Лисия, у тебя пропал звук, картинка, ага, звук, давай сейчас. Да-да-да, звонок был. Вот, и у нас, получается, наш проект международный, с международными партнерами, с очень сильными экспертами, и команда креаторов, разработчиков цифрового контента, она находится здесь, в Якутске. Вот, этот год будет знаковым, это точно этот год запуска больших проектов, и я вижу, как мы попали именно в запрос нашей целевой аудитории, именно в развитии, именно в раннем развитии, именно в дошкольном развитии ребенка, с помощью вот нашей методики, нашей методологии, и цифрового содержания. Я вижу, как это работает, конечно, поселяет веру, очень сильную мотивацию, меня, и в первую очередь, команду. Вот, и еще раз, да, возвращаясь к команде, могу сказать, что успех лежит, конечно же, в команде, и как основатель, как SEO, одна из главных ролей, это поиск, наращивание очень сильно, очень мощной, целеустремленной команды, которая заражена одним вот этим видением, одной мотивацией. И вот сейчас работа над собой, да, над своей, над своей вот этой миссией, она складывается в большей степени еще над наращиванием команды, потому что по продукту я могу с уверенностью сказать, что мы здесь угадали, это все подтвердилось, сейчас продажи, да, то есть надо обуздать продажи, теперь мы знаем, что такое Инстаграм, я знаю, что такое Инстаграм и как работать с блогерами, вот команда. Поэтому я пользуюсь, конечно, случаем, выражая очень большую благодарность нашим ребятам, моим партнерам, Алексу и Ли, которые находятся за океаном, я думаю, они утром могут посмотреть, что мы так мощно и дружно двигаемся вот в одном ключе. Да, Варвара. Спасибо большое, Таисия. Я бы сейчас хотела попросить тебя открыть чат, он у нас внизу спрятался, там кнопочки должны быть. Давай я зачитаю. У нас ребята подошли чуть попозже некоторые, и они спрашивают, к ребятам этот своим бывшим коллегам получается, к ребятам обратилась за техническим каким-то решением? Да, да, конечно, тогда вот команда, компания многомерной технологии, да, у нас ребята работали с очень большой тоже технической экспертизой, и когда мы начинали этот проект, конечно, ну, в любом случае, всегда надо советоваться с командой, но решение приходит, может быть, да. А книги, о которых ты рассказывала, они выходят только на русском языке или на других языках тоже? Книги выходят, ну, вообще, книги изначально были даже на якутском языке, но мы больше не стали пересдавать на якутском языке, но могу по секрету сказать, прям по суперсекрету, что к сентябрю мы выпускаем первую интерактивную якутскую азбуку, и я не знаю, как технически сюда прикрепить скриншоты первых якутских букв, но то, что мы отрисовали, я показывала тоже другим экспертам, ну, это прямо вообще, это огонь, вот эта вот якутская азбука, у меня мурашки от нее. У нас, ну, можно сказать, было три языка, вот первая серия на якутском языке, пока их нет, и английский, русский. спрашивает, работники нужны мне графика? Да, конечно, конечно, всегда, абсолютно всегда, поэтому там телефон, вы можете, написать, Варвара, или я попробую сейчас написать. Да, очень нужны менеджеры, очень нужны ребята, которые могли бы работать по продажам, по продвижению, SMM-специалисты, копирайтеры, потому что сейчас копирайтеры, к сожалению, не из Якутска, но вот мне хотелось бы всех ребят костяк иметь здесь, в Якутске. Это очень интересно, сейчас я, да, я сейчас отправлю номер телефона Таисии в общий чат, можете, думаю, позвонить или написать, да, вот дизайнеры, 3D-моделеры, нужно спрашивать? Да, да, обязательно дизайнеры, 3D-моделеры, это прямо супер, я хотела бы, да, познакомить с нашим ведущим 3D-моделером Сергеем. Звук пропал, давай сейчас еще раскручим. Да, он уникальный специалист, может дать хороший какой-то фидбэк, какие-то идеи, как все это двигать, да, да. Так, очень круто, сейчас отправляю всем номер телефона. И, наверное, где-то к середине лета мы с командой завершаем проект по азбуке, это вот проект, который, с которым мы познакомились как раз с партнером с Ли, вот с американкой Ли, когда мы с ней познакомились, у нее была своя методика, методика стори-теллинг по азбуке, и она очень хотела этот проект издать, и вот спустя год с лишним, полтора года прошло, мы наконец-таки этот проект издаем по азбуке, и там как раз-таки у нас все анимации, 30 с лишних анимаций, они сделаны в 2D графике с очень крутым, продуманным саунд-дизайном, с озвучкой, там главные герои пёс Пётр и двое мышат. К этой азбуке это большая, толстая такая книга, 80 страниц будет, 30 с лишним Пуар-кодов, которые будут вести к нам на канал, где можно будет просматривать эти анимации в 2D, и плюс большая рабочая тетрадь с наклейками для детей, это, да, это шикарный проект, и такой же шикарный проект с якутской азбукой будет к сентябрю. Да, After Effects, да, это очень даже нужно. Вот как раз, если вы хотите попробовать, 18 числа к нам приходят студенты на практику, можно будет к ним присоединиться, и, конечно же, хорошие какие-то, ну, лучшие работы, лучшие ребята, студенты будут и в том числе вознаграждены, да, обязательно за гонорары, это все предусмотрено, поэтому вы можете запросто попробовать к нам присоединиться, прийти, познакомиться с нами, или как-то удаленно можно это сделать, но удаленно не очень приветствую, да, потому что вот я говорила в начале про период перегорания, пока ребенок у меня второй был маленький, у меня офис был на кухне, вот эти все проекты мы делали на кухне, и мало даже кто догадывался о том, что у меня офис на кухне, да, а сейчас я понимаю, как это круто, мама с двумя детьми, такой сложный проект и офис на кухне с ноутбуком, где половина кнопок была выдрана ребенком, да, теперь, слава богу, мы сидим, вы можете подойти, да, и мы можем пообщаться. А можно помнить, сколько лет вообще проекты сейчас? Пять лет. Пять лет? Четыре года, да, нет, пяти нет. А вот наши начинающие стартаперы, они очень, у них есть, допустим, идея какая-то, ее нужно найти финансирование, могла бы ты как-то прокомментировать, да, может быть, на основе своего опыта, может, ты знаешь про какие-то гранты или стипендии? Да, да, конечно, вопрос финансирования, это очень важный вопрос, финансирование, поиск команды, это, как бы, это два очень важных вопроса. У нас достаточно развита IT-экосистема в нашей республике, и очень много поддержки предпринимателям оказывается в рамках вот этих институтов развития, технопарка, IT-парка. Очень много различных министерств тоже субсидии, да, проводят. Вот мы, например, недавно я отправляла заявку на субсидии как раз на издание социально значимой литературы, это Минцикры, по-моему, проводил. Вот, то есть вот за эту субсидию, если мы пройдем, мы сможем издать порядка пяти тысяч экземпляров книг за эту субсидию, как бы, но это же очень здорово, это большая поддержка предпринимателям. Я знаю, что акселератор B8 проводит акселерацию для своих стартапов, мы ее тоже проходили, и вот они тоже дают финансовую поддержку. Если деньги с умом грамотно расходовать, то это, конечно, на пользу пойдет. На самом деле, вот эту поддержку, грантовые субсидии, какие-то там возмещения затрат, ее можно получить, просто это что нужно все изучать, это нужно смотреть. Да, ну, сразу хочу сказать, нет такого, что тебе как бы дали гранты, ты его расходуешь на какие-то свои личные цели. Нет, это конкретно идет под продукт. Мы всегда, если берем какие-то меры поддержки, например, вот от центра экспорта, да, у нас есть замечательный центр экспорта, они оказывают поддержку экспортно-ориентированным компаниям. Допустим, мы будем принимать участие в выставке в Москве в сентябре, в начале сентября будет большая выставка, книжная международная ярмарка в Москве, и вот они помогают с выставочной зоной. Вот это является мера поддержки. То есть, ну, не так, что, да, ребята там дали деньги, и вы куда-то как-то с ними, нет. Здесь меня очень радует, что наоборот, меры поддержки, они очень умные и очень точечные, да. Допустим, поддержка на издание буклетов, да, там делать сфинансирование, чтобы какие-то буклеи, раздаточные материалы раздать, там видео помочь, компенсировать затраты, или фотографии сделать. Вот такая поддержка идет. Есть грантовые поддержки от фонда Портника, это вот умник, там, молодым людям до 30 лет можно, по-моему, 500 тысяч получить, да, проект пишешь, все это защищаешь, вот. Ну, то есть, деньги найти на самом деле не проблема. Какие-то меры поддержки не проблема, но куда гораздо круче, это научиться самим зарабатывать, вот что мы сейчас и делаем, зарабатывать самим, когда ты создаешь реально значимый и нужный проект для своей целевой аудитории, ну, в данном случае у нас это мамы, да, детей дошкольного возраста и до 12 лет, и когда ты видишь, что они покупают твой продукт, это реально работает, это намного круче, чем любая поддержка. Поддержки, да, они до какого-то этапа работают, но постоянно, ну, это нереально, да, если ты хочешь делать бизнес. Вот. Спасибо большое. Сейчас хотела бы ребятам напомнить то, что у нас есть возможность пообщаться голосом. Если вы хотите задать вопрос, вы можете нажать на кнопку участники и там будет вкладка поднять руку. Если вы это сделаете, я включу вам микрофон и вы сможете стоить и пообщаться голосом, задать, может быть, вопросы или дать какие-то комментарии. А вот еще был у меня вопрос насчет Фейсбука, да, у тебя очень круто получилось вот найти там партнеров, своих друзей, коллег. И вот ты, получается, просто писала о себе или вела какой-то блог и на каком языке был? На русском, на английском? Да, он был на русском. У меня на Фейсбуке блог стоит под девичьей фамилией Таисия Немкова. Я не знаю, как его изменить на Тарабукину вообще. Может, кто-то потом подскажет. Да, если вы посмотрите на Фейсбуке Таисия Немкова, я вот там писала какие-то заметки о том, что мы там что-то делаем, скриншоты показывала процессы производственного, да. Ну, опять-таки, конечно, я не верю в везение, да. Везение – это когда ты просто делаешь путь к этому везению, да. Но команда собралась под проект, под мою веру, может быть, даже под настойчивость, да. Не только потому, что там был пост на Фейсбуке, его заметили люди. Вот, например, Лия, да, не одна, она же написала на мое сообщение, там было свыше ста человек, но мы сработали столько конкретно с ней одной. Это просто вот химия, там, магия, как угодно можно назвать, но партнер, вот, да. И, конечно, очень важно найти хорошего партнера, это очень важно. Ну, если как бы в партнерстве вы хотите, да, делать, в моем случае партнер был, мне необходим был партнер. Вот, да, поэтому, ребята, можете задать вопросы. Так, у нас тут пожелания успехов идут в чате. Вот, это, видимо, проект у Таисии, спасибо большое. Да, ребят, вы можете задавать в том же чате вопросы и также поднимать руку. Спасибо, ребята. И вот, да, кстати, хотела сказать, что изначально проект у нас назывался Smart Books, ну, как бы умная книга, да, но, когда мы стали выходить на международный рынок, допустим, даже на международную marketplace-плошадку Amazon, нам необходимо было защитить свой товарный знак, и, к сожалению, Smart Books, он у нас не прошел регистрацию у патентных, да, поверенных, и мы не смогли зарегистрировать этот знак, но мы решили как бы немножко его переформатировать, Future Books 3D, Back to the Future, ну, как бы назад в настоящей книге. Вот, и в Инстаграме вы можете найти страничку, называется Future Books 3D.ru, и посмотреть. И я хотела бы, пользуясь случаем сегодня, День защитника детей, Международный день защиты детей, подарить всем, кто присутствует, может быть, даже те, кто послушает, 15% скидку на наши наборы, на наши комплекты. Мы вот сейчас в пятницу, в субботу будем презентовать здесь в Якутске наш первый комплект по развитию навыков речи и письма для детей от 4 до 7 лет. Будут приглашены детки с их родителями, где как раз мы это все подарим, расскажем. очень интересный комплект из трех книг состоит, да, тоже с дополненной реальностью, и вот на этот комплект 15% скидка, вот если вы можете написать в Директ или на телефон с радостью, сделаем эту скидку и доставим. Так, хорошо, вот у нас теперь слушатели получили не только такую информацию полезную, но и скидку приятную на будущие книги. Я хотела бы сейчас спросить, вот если бы ты начинала все сейчас заново, то какие бы ты шаги сделала иначе, что может быть помогло бы тебе сэкономить время, деньги, нервы, какие вот советы есть для стартаперов наших будущих? Да, я думала над этим вопросом и, да, ребята, вот если вы как бы свой бизнес хотите создавать или просто как специалисты, я могу однозначно сказать, что фокус, фокус на каком-то направлении, на деле, это крайне важно. Когда вот я работала в IT-компании, вот в первой, у нас было очень много разных направлений, мы занимались и видеосъемкой, мы занимались и сайтами, и мобильными приложениями, мы занимались и видео-фотопанорамами, то есть, ну, у нас вообще просто гигантский спектр различных услуг был. Ну, вы потом, понимаете, да, разработка мобильных приложений, это же там масса различных вот этих вариаций направления даже внутри конкретно разработка мобильных приложений, да, и мы делали все, и мы игры пытались делать компьютер мобильный, мы пытались сделать какие-то бизнес, мобильные приложения. Много всего. И когда есть такой расфокус на много направлений, изначально может оказаться, как бы я займусь, условно говоря, этими 10 направлениями, посмотрим, где выстрелят. Ну, я точно говорю, это не работает. Если бы я, допустим, могла возвратиться, я бы сконцентрировалась только на одном направлении, и мы сэкономили бы реально несколько лет деятельности. Так, ребят, фокус. Держим фокус и концентрируемся на одном. Спасибо большое, Таисия. Спасибо. Я сейчас, ребята, отправляю вам ссылки на фидбэк. Здесь вы можете рассказать, что вам было сегодня интересно, какие в будущем лекции бы вы хотели видеть, и также вы можете здесь, может быть, оставить свои контактные данные, чтобы мы передали их потом Таисии, и вы как-то сконнектились. Конечно, там сверху есть номер телефона, вы туда тоже можете сами написать. Вот. Но если оставите номер телефона, мы все равно передадим, и вы можете потом пойти как-то связаться и поработать или постаражироваться у Таисии, ее замечательной компании. Вот. Хорошо. Да, спасибо. Спасибо большое, Smart, что пригласили, и вы, наверное, одни из первых, кто узнал эту историю. Да. Стори-теллинг это вообще, по-моему, очень интересная вещь, потому что позволяет видеть вообще за проектом, да, за какой-то вещью, продуктом, человека и историю, как вообще все создавалось. Хорошо. Да. Все. Благодарю всех. Приходите к нам на страницу, смотрите и приходите к нам стажироваться. Мы можем, мы очень открыты и готовы к сотрудничеству, да, с вами, со специалистами. Спасибо, ребята. Спасибо, Smart. Да. Всем большое спасибо. Ребята, сохраните чат. Чат сохраните. Там три точки и сохраните. Все. Спасибо всем огромное. До свидания. Всем пока. Так. Ага, я вижу, еще несколько человек сидят. Нужно сохранить чат, чтобы не потерять все ссылки. Подожду, пока вы все это сделаете и выйду. Все. Покажу. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok